всем привет друзья это наконец-то снова ваш любимый канал сургаев channel и у нас обзор табака вакуум поехали и так друзья что мы будем делать мы сегодня курим вакуум и оценим его по критериям у нас есть шкала измерения она измеряется в гайворонских я думаю это очевидно и просто дебильный кальян вкус крепость сырье цена и упаковка мы покурим попробуем оценим а вы за этим посмотрите и поймете стоит ли покупать этот продукт или вообще не стоит непреодолимая тяга к смерти или жажда внимания а может умышленная слабость делает их сильней но они же не боги они точно такие же люди как все со своими слабостями и недостатками наше сегодняшний гости это игорь он же как-то там nexus просто или rx на просто просто nexus человек который ходит в мид на тинкере всех и разматывает я должен был сказать с ли у нас у вас справа алексей компания малайзия байдэндж или как правил малайзия просто просто малайзия что мы сможем вообще сказать про этот продукт вот мне прислали вот такую штуку это комиксы на первый взгляд что вы как оценивать и игорь выглядит довольно таки интересно но все-таки главное как будет курить этот продукт они жаку на внешний вид слушайте не кажется что пидорковатый супергерой какой-то получился не осуждаю такие кстати можно сказать как тебе бандали на самом деле смешно мне на самом деле это знать не стоит люди не будем рассказывать секрет ты чё скажешь про супергероя ну типа смотри раньше у компании вакуум вообще давно на рынке уже в принципе на не совсем легальном был скажем так был так был такое и у них были супергерои прям вот супергероя супермен там бэтмен но остальные говно супергерои и фильмы марвел по остальных супергероев говно проигрывать всегда горько вот и вот они сделали своего супергероя чтобы не получить по шапке правильно и он похож на гея хочу сказать не но я не знаю не могу сказать что сильно ноги похож да в принципе он прикольный мне не нравится у них группе есть фотки такая же капитана америке или ты не смотрел слушай на жопу капитана так вот выпячивается почему он смотрит нам жопу мужиков пишите в комментариях на них хорошо хорошо смотри жопа супергероя окей ладно мы поняли короче они это прислали мне мы открываем здесь комикс а вот статьи жопа про который ты говорим о ребят нам наверное ну в целом человек хочу сказать по блогерской подачки мне кажется слабовато на самом деле сейчас уже вот так вот отсылать блогерам продукт но наверное наверное совершенно здесь на самом деле есть свой плюс потому что как бы люди подошли к этому вопрос креативно в любом случае то есть как бы как это продумали напечатали смотри даже вот эти пакетики допустим да и вот такими сделать не так -то просто слушай я понял про что ты говоришь что мне кажется надо было написать комикс а потом прислать вот пачки возможно возможно и так играть что ты выберешь да чё-то знаю знаешь ну либо малину либо какой-нибудь ананас попробовал бы давай наверное ананас давай хочешь малина себе нет я буду курить однозначно грушу сто процентов я хочу груш я люблю груз я буду курить не груз и вкус на самом деле достаточно я думаю латамакеата ибо это кстати рискованно это очень рискованно на речке серёд эти честно могу сказать то есть не стоит кизил покурить я тебе советую на самом деле если ты хочешь получить новые эмоции от кальяна до кизил хорошо знать я курю кизил игре курит ананас алек у нас курит что там и как называется латамакеата так ну мы пошли забивать и проверять собственно сырье погнали вот теперь я отклеил и где сука чё да ладно я по запаху все пошел забивать так ребята чё начинаем пробовать нет или начинаем пробовать все мы начинаем пробовать игорь твой первый аромат ананас тихо сейчас подожди легче 100 давай взрывает и молочи не прогрелся нихуя я попробую теперь у меня тоже не прогрелась ну у тебя все равно латте давай давай фальса 3 3 у меня прогрелся и как или эти в донос да все-таки у тебя такой вкус очень 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 странно очень спорный латтамакеата мне чуть тоже кашлянуть захотелось совершенно на самом деле я не могу сказать что это очень сильно вкусно вот как бы в принципе этот вкус он такой сам себе спорный и мало кому кого там он реально получается хорошо вот но у него есть неоспоримый плюс он в принципе не противный он нормально то есть его можно покурить слова наверное об его точно курить не стал вот если бы добавлять его куда-то в микс там чему-то сливочному шоколадному то есть но это можно попробовать это нормально блока ой бля лег с твоей стороны этим кофе хуячут так ладно вернемся к нашим вакуумом ничего пойдет ничего пойдет я скажу что это реально необычно на типовом но но это не кисло как заверяли причем что у меня забито все как я ну в касании но в легкой вообще ты видел так я сбивал да ну что я не знаю обычного пока по крайней когда его курил он был довольно таки и он бы кислота была похожа знаешь на вот эту вот уксусную берну скую так да но берна уксусная берн овская вообще ну да а вот это курица норм ну типа нормально чтобы вы поняли вот банки до банки вот смотрите игорь тенды и открыть так давай открывать менду значит открыть по столу можно бить но я на видимо тут надо сначала распаковывать эту хрень или чё затирать я потому что так сразу не пойму какую открыть как как и вообще открыть возможно то есть так она не крутится она тут вся загнение здесь есть перфорация как у нас а серёг я ее можно открыть да да ниже я за них не серёг я слишком тупой знаешь я могу сказать про этот продукт вот эта штука это прямо отправлять всем блогерам да она создает впечатление очень дешевого продукта потому что сделано реально ну как-то на халяву мы сейчас распаковывали все эти табаки и половина упаковок островались попутно то есть если как бы с халяви лентаком то что отправляют блогерам то что можно сказать в самом продукте вообще он прав немножко ну есть он алексей вилл как сделал ну это такая же хрень как у москва да просто тут видишь из-за законов давайте вот короче мы уже открыли так здесь по вот линия надрыва но все-таки ты и должен открыть вот чувак я слишком тупой для этого для распаковки табаков заебись четко где где надирается вот она вот здесь вот отдирается как-то вот там должна быть как-то вот это поле давайте похлопаем это натурал осерок она трогать по пути у меня да 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 у москва такая же хрень из-за пленки она очень тонко все от это сделал короче мы поняли что открытие не так-то и легко на самом деле но обычную пачку проще открывать на самом деле слушай а может нам чтобы было проще они просто поменяются местами давайте меняемся игорь держись тебе придется кофе покурить но игорь ну вообще-то типа кофе как бы курить можно я не скажу то что прям херня какая-то но это кофе ну ну в принципе а сути вкусно или как по сути вкусно обалденный это просто по моему мнению наверно даже кофе поинтереснее чем ананас будет серьезно да я думаю поинтереснее будет как я же говорил как это странно неплохо да нет хуёвый кофе фубе передать кизил попробовать я думаю кофе можно бросить уже хотя вам нравится можете и курить может даже взять новому штук есть хотите ничего себе на и что про кизилу скажете очень слабый вкус ну прям еле чувствуется еле чувствуется какая-то кислинка я не могу сказать даже что это типа какая-то ягода кислая но очень-очень слабо что подожди тебе вот не бьет по горлу а вот это вот кислота когда ты затягиваешься разве что чуть-чуть совсем но почти не просто на мои рецепторы я сколько раз его курил от и кислота гребуха пошло так вот то есть она для меня насильная я бы не смог курить там например кальян там вот с кизилом слабенько сами коронка мне кажется кизила а мне нравится если его чем-то замешать замиксовать то его не будешь чувствовать другой вкус будет прибывать вас корень не знаю мне кажется он такой пергидрольный что он будет чувствоваться везде и так секунду так готов минус сейчас слабее стал он секундочки а ну да то есть я вот до этого тоже пару раз куритов что у меня щепцова прям ну садик по горлу она насадит да хотя мы забили на турке и прям очень легкое касание ну что друзья наверное надо приступать к оценкам напомню что у нас максимум это 5 баллов 5 гайворонских поехали игорь ты начнешь 1 1 это вкус 2 из 5 2 из 5 гайворонских туда же слушай ну я наверное присоединюсь к игорю и по вкусу тому что я попробовал из трех я дам два из пяти гайворонских тоже я бы дал наверное диапазоне от 3 до 4 гайворонских 3 с половиной гайворонских ну грубо говоря да потому что вкусы у всех разные например там и их еще есть там достаточно у них по количеству и что-то да мне бы наверное понравилось что-то бы мне точно не понравилось я скажу что это полное говно в принципе как у любого табака у нас следующие критерия это крепость но ты знаешь как крепость и плавность курения для тебя ну примерно вот я закладывал именно вот это в этот критерий ну по комфорту я поставил 45 курица нормально вполне 45 гайворон даже хорошо курится слушай ян поставлю блин как не с ним попадаем я поставлю тоже 45 потому что это по крепости меня полностью устраивает абсолютно нормально даже наверное нет я переобувь я поставлю 5 из 5 для обычного нормального комфортного курения да там чтобы любой человек мог это покурить комфорт это нормально дает 5 5 сырье или удобство в работе вот это и вот это имеет разное сырье абсолютно разное это похоже на кашу а это очень хорошо забилось просто абсолютно нормально полтора полтора гайворонских да слушай я поставлю 2 гайворонских и есть страх что это новое сырье и она теперь такое то есть возможно даже наверное нет я поставлю 2 но я не знаю мне кажется просто фейл какой-то плохая партия попал сырья если они сделали в принципе другой сырье сделали такое то сколько стоит 280 да то это слишком высокая цена для такого сырья какой нельзя продавать твое слово аналогично я мне просто нечего добавить то есть как бы ну объективно да она разная она разная сколько ваша оценка 22 гайворонских и так цена 280 рублей рекомендуемая розничная цена на полке даже 2 наверное ты заставить ладно поставлю 22 я поставлю по цене наверное 2 гайворонских только потому что есть баночка вот это это конечно попсоло баночка который фиг распакуешь вот чем проблема еще да это конечно попсоло но это просто удобно и потребитель голосует за банк алексей алексей поставит 3 гайворонских за упаковку ну цена игры для такой упаковки и позиционирование в принципе это нормально но вот как раз таки мы приступили к последнему критерию это упаковка ты вот держишь ее в руках сейчас ну не особо удобно как я повторюсь ее распаковывать но в принципе на упаковку упаковка что открыть можно достать можно три с половиной допустим из 5 ну вот за это вот за за это дело я бы поставил блин 2 из 5 но баночка тепло обычная баночка поэтому три с половиной слушай я поставлю 3 гайворонских за упаковку хоть мне не нравится вся эта хрень супергероями потому что не задолбали но людям нравится сто процентов потому что супергерой на хайпе в любом случае за упаковке я бы наверно поставил 5 мне мне упаковка нравится мне нравится в целом дизайн позиционирование это прикольно точки зрения маркетинга из этого много чем можно вытащить здесь есть какое-то продолжение есть хотя бы какая-то история по качеству пленки потому что она открывается тяжело на самом деле эта проблема не лично даже этого продукта туда же идет мастхед 25 до сиперовым банками и туда же идет дав а так все хорошо у меня в баночка получила 5 гайворонских 5 гайворонских ну что друзья вы видите результаты баллов у себя на экране мы попробовали с вами был а нет еще не все розыгрыш как вы думаете что предложить нашим подписчикам чтобы они что-то в комментариях интересное написали и они могут выиграть какое-то количество бакова а я уже придумал вот такое молодец смотрите пускай они придумают нового кальянного супергероя в комментариях и самому интересному и креативному мы подгоним табак вакуум они его попробуют сами дома и сделают тоже выводы и нормально придумал да вполне друзья с вами был сургаев сергей игорь алексей я думаю что мы постоянно будем выходить вот с таким форматом обязательно пишите как он такой формат курите правильные кальяны до новых встреч а а Субтитры сделал DimaTorzok